Сегодня мы поговорим про аюрведическую психологию. Методы аюрведической психологии описаны в древних трактатах. Видите, сзади меня шкафчик такой, там небольшое количество книг, связанных с аюрведой. И в аюрведе практически каждое заболевание, будь то простая простуда, сухая кожа или проблемы с кишечником, они всегда соприкасаются с психическими, психиатрическими и другими, скажем так, связками с нашей внутренней психологией, с нашим внутренним миропониманием. Аюрведа вообще не обходится без того, что не... То есть аюрведа всегда занимается проблемами психологии, ну и, соответственно, психиатрии в некоторых отдельных болезнях. То, что возникает в результате прошедших действий, переживаний, эмоций, будь то позитивных и негативных, все это так или иначе накапливается в нашем теле. Ну, в некоторых случаях это переходит в болезнь. К примеру, вы сильно нервничаете, у вас спазм желудка, вы ничего не можете есть. Или наоборот, у вас появился рвотный рефлекс. Или же переходит в состояние расслабления, когда вы работаете регулярно с собой, когда вы понимаете, что эмоции нужно перерабатывать, так же, как и в аюрведе говорится, что ама, она бывает не только на физическом плане, но и на ментальном плане. Ну и с точки зрения аюрведы и йоги в нашем теле есть как бы несколько оболочек. Опять-таки, это описание того времени, сейчас мы разделяем тело, допустим, на нервную систему, другие системы, там, циркуляция лимфы, циркуляция крови, циркуляция нервных потоков, да, то есть по организму, то есть по нервной системе. И поэтому в йоге и в аюрведе описано, что у человека есть несколько оболочек. Одна из них физическая оболочка, к которой мы с вами можем дотронуться, и есть ментальная оболочка, в которой как раз и накапливаются эти эмоции, но они как бы проходят через призму этой оболочки, некоторые накапливаются, некоторые сублимируются в какие-то другие состояния, а некоторые, наоборот, помогают нам расти и изменяться. И аюрведическая психология – это как раз понимание личности и систематическая практика, то есть различная практика, направленная на психотерапию, чтобы перерабатывать эти эмоции, эти чувства, эти ощущения, эти мировосприятия с целью развития и изменения личности. То есть, если вы хотите меняться, самого простого, допустим, вы хотите перестать злиться на своих близких, и до самого глубокого вы хотите убрать или переработать в себе какие-то чувства по отношению к другим людям или же к себе. Ну, к примеру, есть люди, которые не любят себя, они переключаются всегда на других, а есть люди, которые себя любят, но у них проблема, допустим, с самооценкой и так далее. То есть аюрведа работает со всеми этими состояниями. Я уж не говорю про обычные болезни, там, ОРВИ, простуды и так далее, все, что с нами связано, когда мы, не понимая наше ментальное состояние, то есть когда мы болеем серьезным заболеванием, обычно для того, чтобы человеку выздороветь, нужно поболеть, то есть дома несколько дней полежать. Мы же часто выпиваем какие-то сильнодействующие препараты для того, чтобы стимулировать нашу систему и пойти там работать. То есть вы кашляете, чихаете. Сейчас, конечно, после начала ковида на людей, которые кашляют, чихают, смотрят так немножко опасаясь. Но раньше как бы это было нормально, можно было с температурой пойти на работу, выпить каких-то таблеток и так далее. И многие именно так делают и делают до сих пор. Это значит, что мы не понимаем нашей природы, не понимаем, что когда тело болеет, нужно дать ему возможность перефокусироваться, чтобы иммунная система работала более активно. И потом у нас накапливаются различные проблемы понимания. Что-то всплывает сразу, как осложнение, допустим, осложнение гриппа, осложнение пневмонии, осложнение какого-то другого заболевания. А что-то появляется постепенно. Мы испытываем стресс, это проявляется в теле. Мы испытываем позитивную эмоцию, это проявляется в теле. Мы лечим тело, но это не всегда помогает, потому что очень часто мы не понимаем, в чем же причина. Мы начинаем разбираться, ходить к психологам. И как раз в этом может помочь айрюдическая психология, потому что она рассказывает о том, как мир воспринимается через призму вата, пит и капхи, как вообще каждый из нас воспринимает мир. И в зависимости от того, какой элемент, какая Доша у нас больше всего присутствует в данный момент, мы можем реагировать на те или другие вещи, которые с нами происходят. К примеру, вата воспринимает стресс как нежелание, то есть избегание этого состояния. Поэтому вата всегда обходит различные трудности, препятствия. И очень часто в вате повышенная тревожность и любой стресс может добавлять. Повышенная тревожность, стресс, плохое сновидение или отсутствие сна вообще, отсутствие постоянного аппетита может приводить человека к паническим атакам, к внутренним беспокойствам, к гастриту, дискинезии, желчного водящих путей и так далее. То есть очень важно для человека ваты научиться заземляться, научиться работать с этой энергией. И действительно такая регулярная практика, регулярная систематическая практика психотерапии поможет человеку ваты разбираться с своими эмоциями. Пита воспринимает стресс как раздражение. Если небольшой стресс исходит от близкого человека, человек Питы может стерпеть. Но дальше идет гнев и агрессия. И у человека Питы поэтому очень часто появляется повышенная кислотность, раздражение на коже, псориаз в том числе, язвы различные и, конечно же, высыпание. И для человека Питы, к примеру, вместо того, чтобы заземляться, нужно пойти в спортзал. И через действительно физическую нагрузку, через тренировки выплеснуть эту эмоцию наружу, и тогда у человека Питы все будет хорошо. И многие пациенты, которые ко мне приходят, как раз у которых Пита в дисбалансе, они всегда говорят, что физическая нагрузка – это те люди, которые себя чувствуют, потому что есть огромное количество людей, которые себя не чувствуют. При физической нагрузке всегда людям Питы хорошо. Им хорошо, они себя хорошо чувствуют, они стремятся пойти в спортзал, потому что они понимают, что это как лекарство. И люди Питы, в принципе, любят показывать свое тело, качать свое тело, заниматься со своим телом, потому что это и есть проявление Питы. То есть у каждого из нас все три доши, и когда у нас повышается Пита, мы особо ухаживаем за своим телом, потому что это необходимо для того, чтобы Пите стало легче. Люди Капха, так как они переносят стресс очень легко, у них больше такого пофигизма в уме, поэтому стресс они могут не воспринимать. Но когда до них дойдет, что это была стрессовая ситуация, или там кто-то их обидел, оскорбил, у них возникает от этого унылость, грусть. Грусть перерастает в депрессию. Депрессия ухудшает работу всех систем, замедляет их, но главное замедляет наше восприятие. И поэтому аэроидическая психология говорит, что если мы понимаем нашу личность, нашу конституцию, и мы систематически занимаемся собой, такое психотерапия, то есть, допустим, вечерняя пранаяма, медитация, разбор своих ощущений, чувств со своим близким человеком, которому вы можете доверять. Тем самым вы раскрываетесь, вы расширяете свой мир, внутренний в том числе, с целью развития и изменения своей личности. Это как раз и есть аэроидическая психология. Она заключается в большом количестве этапов, практике, но есть несколько основных, я бы даже назвал таких пять основных, составляющих аэроидической психологии. Это питание, об этом, наверное, все знают, как питаться подошвым, и это очень важно. Это травы, различные аэроидические препараты, травы, то есть, специи, то, чем можно усилить эффект или улучшить. Ну, к примеру, если у вас, вы понервничали, у вас спазм желудка, вы попейте водичку из фенхеля, и этот спазм уйдет. Это йога или другие физические упражнения. Здесь также нужно понимать, в зависимости от нашей конституции, какие виды упражнений нам подходят. Для кого-то подходит классическая хатха-йога, направленная на постепенное осознание и прогресс, а для кого-то подходит только там аштанга-виньяса, когда нужно интенсивно заниматься, чтобы прям семь потов у вас сходило. Для кого-то подходят просто интервальные тренировки или какие-то другие активные занятия именно для получения внутреннего удовлетворения. Пранаяма, дыхательные практики, во всех случаях, независимо от вашей конституции, айрведа использует йога именно в часть пранаямы, потому что пранаяма – это то, что помогает циркуляции праны или энергии по организму, это то, что может напитать ваш организм, к примеру, с точки зрения йоги. Из пищи мы получаем не только витамины, минералы, мы также получаем прану, вот эту живительную энергию. Поэтому для тех, кто любит свежевышечный сок, и когда вы пьете свежевышечный сок, вы понимаете, какой кайф в этих вкусах и так далее. А кто-то не любит, кто-то пьет пакетированно. Ну, здесь, конечно, еще финансовые возможности. И с помощью пранаямы мы можем действительно контролировать и работать со своим телом, потому что в айрведе и в йоге есть разные виды пранаямы. Ну, и, конечно же, мантры, молитвы, медитация, повторение различных звуков – это та вибрация, которая также помогает нам успокоиться, расслабиться. К примеру, если у вас повышается давление, допустим, 160, 180, 200, 220, ляжьте, включите расслабляющую музыку. В айрведе есть такое направление, как раги. Это музыка для разного времени, или же просто обычную расслабляющую музыку. И полежите 5 минут, подышите вместе с этой музыкой. Вы удивитесь, что ваше давление с 220 опускается до 140 за 5 минут. Конечно же, когда вы встанете и пойдете, оно опять поднимется, так как мы не решили проблему полностью, за 5 минут ее невозможно решить. Но если вы этим занимаетесь каждый день, слушаете такую музыку, расслабляетесь, учитесь глубокому йоговскому дыханию, то постепенно вы поймете, что вот это ощущение расслабления, которое дает вам эти 5 минут, вы можете воспроизвести в течение дня, и давление больше не будет подниматься. Конечно же, нужно проверять всегда, почему у вас давление, почечное давление, или это проблемы сердечно-сосудистой системы, или это густота и вязкость крови, и так далее. Здесь очень много факторов. Но айрведа часто лечит различные заболевания и состояния при помощи айрведической психологии в том числе. Поэтому часто, когда ко мне приходят пациенты, я говорю, обратите внимание на это, поработайте с этим, занимайтесь медитацией внимательно. То есть, внимательно есть, это ведь тоже медитация, когда вы не просто глотаете пищу, когда вы ее жуете. Айрведа говорит о том, что каждую ложку нужно жевать 15-30 раз, для того, чтобы помимо энзимов, которые дают наши гланды, находящиеся во рту, для переваривания, кстати, для здоровья зубов, в том числе пища, которая попадает внутрь наших желудка, без слюны, она не переваривается полностью. Мы накапливаем амбу. Мало того, что когда мы едим, или едим на ходу, едим, когда мы смотрим прекрасный фильм интересный, когда мы общаемся с большим количеством людей, разговариваем по телефону, это принятие пищи невнимательнее. Наша нервная система дает сбой, так как мозг, он занят какими-то другими вещами. Вы думаете, что вы человек, который может сделать 2-3 вещи одновременно? Вы ошибаетесь. Я вам приведу очень много примеров. Я, кстати, на своем курсе по айрведической психологии подробно рассказываю о том, что мы далеко не можем делать одновременно несколько вещей. Поэтому, если вам будет интересно, изучайте айрведическую психологию и учитесь распределять энергию в организме правильно. Айрведа напрямую связана с такими качествами или состояниями, кто-то переводит по-разному санскрит, это сатва, раджас и тамос. Мы часто говорим о том, что тамос или такая гуна невежества, гуна темноты, забвения нам совсем не нужна в жизни. Но мы ошибаемся, потому что без тамоса мы не можем спать, и когда у вас мало тамоса, у вас поверхностный сон. То есть люди, которые страдают бессонницей или поверхностным соном, у них проблема с тамосом, проблема с заземлением. Поэтому можно им есть не очень легкую пищу, а пищу более тяжелую, к примеру. Поэтому айрведическая психология – это не про то, как питаться. То есть это на самом деле про то, как питаться, но как питаться правильно, контролируя свои души телесные, физические, это вата-пита-капха, и контролируя вот эти качества – раджас, тамос и сатва. Поэтому, когда у нас мало тамоса, мы также не можем концентрироваться и углубляться в какой-то предмет. Это проблема для нас, потому что в нашем мозгу недостаточно микроэлементов, недостаточно веществ, и даже недостаточно той нужной нам энергии для того, чтобы углубиться в какой-то предмет, изучить его более глубоко. Поэтому тамос очень важен. Так же, как большое количество тамоса может приводить к тому, что мы перестаем мыться, мы одеваем одежду, которую одели уже там 20 раз, мы носим нижнее белье, которое не стиралось уже один месяц. Мы вообще не моемся. Это как раз олицетворение такого глубокого тамоса. Для человека тамос очень важен. Он важен для укрепления тканей, он важен для необходимого количества жидкости в организме, и он важен для того, чтобы мы воспринимали информацию. Следующая энергия – это раджес. Раджес, с одной стороны, движет каждым из нас, и если бы у нас не было раджеса, то после того, как мы перестали сосать соску в нашем, так сказать, младенчестве, мы бы вообще, в принципе, не двигались, мы бы просто лежали, потому что раджес – это энергия движения. Энергия движения в теле, она перемещает все души. Раджес создает у нас желание, раджес создает у нас движение и желание вообще что-либо узнать. Раджес движет нами, но есть большое количество раджеса, когда мы начинаем раздражаться и сметать все на своем пути, уничтожать там природу, уничтожать людей для того, чтобы достичь какой-то важной для нас, в кавычках, цели. Поэтому раджес также очень важно балансировать, контролировать, им заниматься. И пранаяма, к примеру, очень сильно может помочь. Физические упражнения также помогают контролировать раджес и вывести излишек этого жара, потому что раджес – это всегда горячая энергия из организма. И следующая энергия – это сатва. Сатва можно олицетворить с чистотой. То есть святые люди, если вы когда-нибудь таких видели, или те люди, которые несут нам очень глубокое знание, ну, к примеру, ведическое знание, или знание какой-либо психологии, знание чего-то такого необыкновенного, у них огромное количество сатвы, потому что они как бы внутренне гармоничны и спокойны. Я говорю именно про таких людей, которые дают знание, и вы как бы считываете с языка каждое слово. Это как раз люди сатвы, потому что когда они дают вам знание, они не кладут в это знание ничего своего. Они такие как призма. То есть они получают знание от Бога и дают личного. Сатва, с одной стороны, это очень здорово, потому что она ведет человека к духовности, но с другой стороны, когда мы не понимаем, в каком социуме живем, в каком мире мы живем, мы можем слишком увлечься сатвы и оторваться от этого мира. И поэтому очень часто у людей, которые интенсивно занимаются йогой, занимаются какой-либо медитацией, у них становится подвижная психика, они как бы отрываются от реальности. Мы можем найти таких людей в Гуа, которые потерялись, просто они не понимают, что есть еще какой-то материальный мир. И поэтому все эти три качества, они с одной стороны очень важны для каждого из нас, для внутреннего спокойствия, гармонии, для энергии движения и для качественного сна, к примеру. И с другой стороны, когда этих энергий становится у нас очень много, мы можем не понимать, что происходит в этом мире. К примеру, если у нас очень много сатвы и кто-то страдает, мы можем не обратить внимание на этого человека, потому что мы заняты своей духовностью. Когда у нас много раджаса, и кто-то становится на нашем пути, мы можем просто уничтожить этого человека, стереть его с лица земли. Когда у нас очень много тамоса, мы можем погрузиться в энергию невежества настолько, что мы можем даже не понимать, что с нами есть близкие люди, там, к примеру, у нас есть дети, супруга или супруг, и просто не замечать их. Все эти три энергии циркулируют у нас так же, как и вата, пита, капха, и периодически некоторые из них повышаются, некоторые становится меньше. Аюрведа учит нас, как с помощью питания, трав, физических упражнений, пранаямы, мантр, балансировать этой энергии для здоровья. Практически каждый из нас один хотя бы раз в жизни был у психолога. Ну, может быть, половина населения России, да, было у психолога. Я думаю, что в Европе и в Штатах это более развито. То есть люди в принципе ходят к психологу, у некоторых есть домашние психологи и так далее. То есть психологи – те люди, которые нам помогают разобраться в наших внутренних проблемах. Это очень здорово, что есть такое направление, специальность. И зачастую мы начинаем ходить по разным психологам, потому что методов огромное количество. Но аюрведическая психология говорит о том, что очень важно начать прямо дома, прямо сейчас, разбираться в себе с помощью очень простых методов. К примеру, когда мы кушаем, каждый из нас ест один, два, некоторые три раза, и некоторые больше, некоторые следуют различным диетам. 16 часов не едят, потом едят и так далее. Не важно, что, эти диеты приходят и уходят. Через пять лет про некоторые диеты, которые популярны сейчас, мы не будем даже помнить, но всегда, когда вы едите определенные продукты, к примеру, вы едите капусту. Для людей ваты, у которых проблема с перевариванием грубой клетчатки, от капусты всегда будет вздуть и газообразовать. У людей питой не будет ничего, потому что обычно у людей питой очень хорошее пищеварение, они могут переваривать даже гвозди. Ну, есть разные градации, конечно же, питой. У людей капхи от капусты будет хорошо, потому что капуста, она помогает худеть. Там много волокон, будет регулярный стул и так далее. Соответственно, один и тот же продукт в разных формах может причинять различные состояния или даже беспокойство тела. Когда у человека с ватой конституция, когда он ест капусту и вата повышается, то есть происходит сдутие газообразования, сразу же энергия раджеса у него тоже увеличивается, он становится беспокойным, раздражительным, он хочет что-то делать, не понимая, что это на самом деле связано с едой. Ему надо просто было эту капусту потушить, приготовить ее. И когда он тушит ее или там варит ее со специями, то та же капуста с тем же количеством волокон помогает ему наоборот правильному выделению ферментов. Для людей питая, как я говорил, капуста нормальна, но если человек питая начинает есть огромное количество капусты или он вдруг выбирает капустную диету, то у него тоже начинается вздутие и газообразование. Поэтому очень важно правильно комбинировать пищу для того, чтобы она не влияла на ваши души и не влияла на ваше сознание. Ну и, конечно же, сладкое. Все мы любим сладкое. Кто-то любит совсем чуть-чуть, кто-то любит побольше, кто-то в данный период жизни не ест сладкое, кто-то ел его раньше, а кто-то, наоборот, ест только сладкое, потому что очень много эмоций. Конечно же, сладкое дает нам очень много позитивных гормонов, спокойствия, счастья, наполнения. И в Ирведе говорится, что сладкое действительно хорошо, как и все шесть других вкусов, но когда мы едим очень много сладкого, у нас увеличивается ама в теле и тамос в нашем сознании. Нам ничего не хочется, нам хорошо в нашем мире, допустим, в нашей комнатке или квартире мы можем жить спокойно и ничего больше не делать. Это как раз то ощущение, которое дает нам тамос. Как только мы начинаем есть слегка острую пищу или горячую пищу или пищу с продуктами, которые дают увеличение энергии питания, к примеру, там апельсиновый сок, мандариновые соки, ананас, к примеру, папайя тоже, то у нас появляется энергия и желание что-либо делать. Но часто мы не знаем, как отличать наше желание от реальности. То есть у нас появляется какое-то желание, мы думаем, нет. Ну, к примеру, у многих ко мне сегодня как раз приходила пациентка, она вегетарианка на шестом месяце беременности и у нее есть желание поесть мясо во время беременности. Она говорит, я прохожу мимо Макдональдса и вот этот запах просто прямо разрывает меня, мне прямо хочется, но я вегетарианка. И она говорит, что сделать, чем это заменить с точки зрения Айрведы? И я объясняю, что Айрведа говорит, что во время беременности очень важно, если вам хочется какой-то вкус, просто есть его, потому что через биохимические процессы ваш мозг от ребенка, от плода происходит определенный сигнал. И организму необходимо это именно для получения вот этого удовлетворения, для того, чтобы ребенок рос лучше и быстрее. У некоторых людей, так как есть определенные правила в уме, они говорят, нет, это нельзя. И в этом заключается тамос с точки зрения Айрведы, когда мы не чувствуем, что говорит наша природа, наше тело и действуем совершенно наоборот, обладая знанием. То есть мы не отдаем почтение как бы этой реальности, в которой мы находимся. Мы сделали какое-то правило для себя и мы ему следуем. А жизнь ведь меняется. Поэтому Айрведа говорит о том, как понимать свою личность и с помощью систематической практики психотерапии помогает изменять нам свою личность в лучшую сторону. Как раз об этом сегодняшний вебинар, об этом мой курс по айрведической психологии, который начнется на днях. И об этом я буду еще много рассказывать, так как раз к этой теме очень много лет готовился, читал огромное количество литературы, именно отсеивал то, что связано с сатвы, раджасом, тамосом, то, что связано с дошами, для того, чтобы именно понять эту систему еще глубже. Травы также. Каждая трава, каждое растение, каждая специя обладает определенной энергией. Эта энергия может помочь нам, то есть, к примеру, когда у вас гастрит или когда у вас недопереваривается пища, то есть от любой пищи вздутия газообразования, если вы начинаете готовить с тмином, кориандром, с куркумой, семенами горчицы, используя чуть-чуть черный перец, то пища начинает перевариваться. То есть специи в данном случае это такое дополнение к пище, чтобы ваш организм начал выделять ферменты. Когда у нас не переваривается пища, нас охватывает беспокойство, потому что огромное количество газов появляется. Газы это проявление ваты, а вата это всегда тревожность, беспокойство, скорость. То есть она движется очень сильно по телу, и мы начинаем внутренне быть в чем-то неуверены, мы начинаем беспокоиться о себе, о наших близких, о том, что может быть мы заболеем, или может быть мы вообще умрем. И это очень хорошо гасится или меняется с помощью медитации, с помощью практики, с помощью разбора причины тревожности и с помощью налаживания правильного питания используя специи. Если человек пита начинает есть острое в небольших количествах, то это наоборот его подстегивает делать какие-то правильные дела, делать много дел, достигать результата, но когда он начинает есть только острое, глубоко прожаренное, пить огромное количество алкоголя, не бокал, а по бутылке, по две бутылки в день, когда он начинает курить, употреблять наркотики, то пита увеличивается еще сильнее и человек, мозг человека начинает кипеть внутри, он начинает совершать неправильные действия, ошибки. Таких людей вы можете увидеть на дороге, которые постоянно подрезают, они маневрируют среди других машин, спеша куда-то и потом в конце дороги вы находите эту же машину, она уже в аварии. То есть он спешил, рад же сдвигал его, потому что он ест то, что увеличивает ее скорость. Или он начинает пить, так как он не спит ночью, или она начинает пить различные тоники, редбулы и так далее, и так далее. Это тоже очень сильно стимулирует работу сердца, циркуляции, и человек впадает в этот раджас и двигается вперед, совершая, конечно же, много ошибок. И поэтому йога, пранаяма, мантры, они могут успокоить такого человека, привести его для того, чтобы он двигался дальше, но более спокойно, прогрессировал, для того, чтобы он менялся внутри и становился более уравновешенной личностью, потому что когда вы уравновешены, вы притягиваете таких же людей, и мир становится намного лучше. Человек капхи, если он ест постоянно холодные, к примеру, большое количество кисломолочных продуктов, просто неразогретую пищу, потому что мы верим, допустим, в то, что микроволновка, она меняет качество пищи, да, и мы приносим свою еду, допустим, в офис, и не подогреваем ни в коем случае, упаси, господи, потому что микроволновка, она все может поменять, но для человека капхи, если он начинает употреблять холодную пищу, особенно, которая, там, много масел, допустим, и так далее, то после употребления такой пищи, его пищеварение еще больше замедляется, и когда его пищеварение замедляется, он впадает в уныние, потому что, во-первых, он не может насладиться большим количеством еды, в том числе сладкой и вкусной, он не чувствует голода, он всегда начинает грустить о том, что, может быть, он чем-то заболел, человек капхи начинает опухать, отекать и увеличиваться в весе, и в конце концов он приходит к тому, что ему грустно от всего, он впадает в состояние депрессии и не знает, как ее вылечиться, конечно же, он идет к врачу, психиатру, невропатологу, который дает ему антидепрессанты, которые ведь не лечат его состояние, они, конечно же, собирают и улучшают, может быть, работу его ума, ему становится чуть полегче, чуть повеселее, но проблемы в теле и его внутренняя грусть остается. Таким образом, все три доши взаимодействуют между собой, взаимодействуют со своими качествами, но как в этом разобраться, что с этим делать, не используя какие-то сильнодействующие действия, об этом я рассказываю более подробно в своей программе эролитической психологии. Кому нужен вообще этот курс и для чего, с чем его можно использовать? Ну, в первую очередь, для тех, кто хочет стать здоровее на уровне ума и тела, и очень часто люди, особенно с возрастом, задумываются об этом. Ко мне часто приходят пациенты с болезнями, я много рассказываю об этом в своих лекциях, которые должны появиться в 60, 70, 80 лет, а им 30, 40, и у них уже деменция, преждевременная менопауза, артрозы, очень серьезные суставы, рематония, артриты и так далее, заболевания вегетососудистой системы, панические атаки в 30 лет. Что делать? Это значит, что человек достиг такого уровня, в кавычках, что после этого ему нужно или поменять свою жизнь, или следующий этап в жизни, это просто антидепрессанты постоянно, только они могут собрать человека, как бы вернуть его на уровень такого существующего микроорганизма, который выполняет просто определенные функции, но никогда внутренне не будет счастливым за счет своих ресурсов. Поэтому, когда человек хочет стать здоровее, на уровне ума и тела, разобраться в себе и постоянно иметь какие-то инструменты для своей практики, это как раз программа для них. Конечно же, я также приглашаю на свою программу специалистов по оздоровлению, психологов, психиатров, которые расширяют свои знания, хотят понять, как работает восточная психология, как работает аэрведа и как различные болезни, начиная с гастрита. Кстати, гастрита ведь не существует в аэрведе такой болезни. Гастрит это симптом различных заболеваний, более серьезных, когда мы начинаем невнимательно есть, не пережевывать пищу, заглатывать ее, есть на ходу, вата, пита, капха, они увеличиваются и создают такое заболевание, которое сейчас называется гастритом. Но ведь причина гастрита в основном именно связана с нашим умом, с нашим сознанием, восприятием и пониманием пищи, как мы едим. То есть, у студентов никогда бы не было гастрита, если бы они всегда внимательно жевали, всегда внимательно, после еды, к примеру, отдыхали пять минут, всегда правильно готовили пищу, всегда ели пищу там с приправами, специями, по крайней мере, соль или черный перец. И чем гармоничнее приготовлена пища, чем теплее она, тем лучше нашему организму, тем меньше она увеличивает раджес, тамос и другие состояния. Ну и, конечно же, для тех людей, которые просто увлекаются аэрведом, хотят стать аэрведическими специалистами и так далее. В аэрведе очень много техник оздоровления, омоложения, то, что называется расайна. И многие, узнавая о том, что аэрведы это вообще наука о омоложении, думают, вау, сейчас я начинаю омолаживаться. Но проблема в том, что когда наш организм загрязнен, современное название шлаки, токсины, есть они или нет, не важно, но в аэрведе это называется ама. Ама также может быть на уровне ума. Мы можем изучать различные науки, мы можем изучать психологию очень долго. Я знаю очень много людей, которые, имея какие-то внутренние проблемы, там проблемы с родителями, проблемы в семье, изучают, то есть идут на курсы психологии, не изучив, не разобравшись ее, как помочь себе, начинают помогать другим людям. К сожалению, это не работает так. Аэрведическая психология как раз направлена на то, что каждый человек может пройти через различные ее этапы, разобраться в себе и гармонизировать себя, гармонизировать ум, чувства, гармонизировать свои души, по крайней мере понимать, как это делать и заниматься собой, потому что без систематической практики вряд ли можно продвинуться очень сильно вперед. Это медитативные практики, это практики по оздоровлению, это практики, направленные на повторение различных мантр, медитации и так далее. Аэрвед – это не религия, поэтому в Эрвире описаны различные звуки, которые помогают человеку гармонизироваться. Интересно, когда мы, ну, многие перед практикой йоги начинают повторять Ом. На самом деле эта вибрация, которая создается в грудине и в гортане, очень хорошо выравнивает работу, допустим, голосовой гланд, выравнивает правильную вибрацию сердечного ритма. Если вы повторяете Ом на протяжении четырех-пяти минут, посмотрите, что ваш пульс будет выравниваться, то есть это вот своего рода такая медитация. И в Эрвире есть очень много мантр, которые направлены на, именно на помощь себе с здоровьем, с различными органами, с различными системами, в том числе в очень сложных ситуациях есть Мритиджая, мантра, которая направлена против смерти, которая помогает человеку аккумулировать энергию внутри и помочь себе выздоровлению. Я уж не говорю о том, что если мы молимся за кого-то, то если правильная молитва за кого-то, она всегда помогает человеку воспрять духом, улучшить свое состояние, ну и, конечно же, выстроить. Итак, друзья, я приглашаю вас на курс по аэрологической психологии. Я послал вам в чате сейчас ссылку для тех, кто будет смотреть в записи, вы можете под видео, потом получить эту ссылку. На курсе аэрологической психологии это курс, который занимает примерно полтора месяца, там, 28 уроков в том варианте, в котором он есть сейчас. Я думаю, что со временем он будет развиваться, потому что очень много знаний накопилось у меня, и мне хочется рассказать его вам. На курсе аэрологической психологии помимо того, что вы поймете, что такое души, как они взаимодействуют между собой, вы поймете, что такое различные энергии саттва, раджаса и тамаса, как они взаимодействуют между собой, и как, какой практикой лучше для себя заниматься, как проводить персональную психотерапию, как проводить психотерапию с другими близкими людьми, и как предупредить развитие деменции Паркинсона, различных расстройств нервной системы, как сделать себя лучше, как поменяться за счет аэрведической практики, ну и как научаясь, когда вы научились этим методом, как поддерживать это на протяжении всей своей жизни. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok